Анастасия, вы дважды зашли, один раз уберите, а то иначе у вас не будет звука или будет эхо. Елена меня слышит, Анастасия слышит. Замечательно. У меня еще к вам небольшая просьба. Поставьте, пожалуйста, восклицательный знак, кто в компании Фаберли, кто именно зарегистрирован. Я хочу увидеть. Елена Гагина, я точно знаю, что вы в компании. И Настя тоже. Просто вы не поставили циферку. Фамилия знакомая. Кто наставник? Подскажите, пожалуйста. Вы не написали, мне не хотелось бы понять. Прямой наставник. Напишите, кто. Можете написать? А, боже мой, Настя, я вас не узнала. Простите меня, пожалуйста. Все, я прекрасно все поняла. Отлично. Итак, у нас сейчас присутствуют коллеги. Возможно, придут еще клиенты. Но в любом случае мы начинаем. Итак, сегодня у нас тема морщины и как с ними вообще бороться. Потому что очень многие задаются этим вопросом, мучаются, переживают и страдают. Сегодня мы с вами разберем разновидности морщин, чтобы понимать, какие морщины на самом деле у вас или у ваших клиентов. И причины возникновения морщин и как с ними бороться. Итак, давайте посмотрим далее. Мы все не застрахованы от того, что наша кожа стареет. Конечно же, с возрастом меняется и цвет лица, меняется и структура кожи, меняются и клеточки. И, естественно, меняется внешний вид. Любой возраст, он красив. Но в любом возрасте действительно происходят различные изменения. Начинается процесс старения уже с 25-летнего возраста. Уже после 25 лет клетки намного реже делятся. И из-за этого происходит нарушение структуры кожи и много-много разных моментов. Поэтому давайте посмотрим, что вообще происходит с нашей кожей. Какие симптомы происходят в старении? Обязательно, когда сядете перед зеркалом, посмотрите на свою кожу и посмотрите. Могут быть морщины мимические. Это мелкие морщинки. Мы потом рассмотрим, что это за морщинки. Глубокие. Заломы. Заломы. Существуют морщины снижения эластичности и упругости кожи. Изменение овала лица. Сухость. Дискомфорт. Шелушение. Неравномерная окраска кожи. И сосудистые звездочки. Я еще не написала здесь несколько причин. Это пигментации. И очень много еще моментов показателей старения кожи. Но сегодня наша тема именно про морщины. Поэтому давайте будем смотреть дальше. Что же происходит вообще с кожей? Почему происходят морщины? Откуда они берутся? Дело в том, что вот после 30 лет идет нарушение уже и снижение выработки коллагеновых волокон и истирания эластиновых волокон. Происходит кожа, становится тугор кожи. И из-за того, что эластиновые волокна и коллагеновые волокна становятся их меньше, то происходят как раз морщинки. И чем старше мы становимся, тем морщинок у нас больше. Это природные. Происходят моменты и природу, конечно, изменить нельзя. Но можно улучшить состояние своей кожи. И предотвратить большое количество морщин. Те люди, которые действительно правильно ухаживают за собой, те люди, которые действительно используют правильные средства, они могут намного моложе выглядеть в своем возрасте. Те, кто говорит, да мне это не надо, я прекрасно выгляжу, я хочу разочаровать вас, дамы. Потому что наступает такой момент, когда я это испытала на себе, когда вдруг я хорошо, прекрасно выглядела. И вдруг неожиданно в 40 лет начались настолько реальные изменения. Когда мне стало 45, еще больше. Сейчас мне 48, и я вижу, насколько изменилась моя кожа. Я очень благодарна тому моменту, когда мне предложили правильное использование, уход за кожей. И благодаря этому моя кожа выглядит гораздо лучше, чем она могла бы выглядеть, если бы я этого не делала. Итак, давайте посмотрим еще причины, почему у нас стареет кожа, откуда появляются морщины. Неправильный уход за кожей. Это действительно, во-первых, нерегулярный, когда не используют люди маски, скрабы, не удаляют поверхностный слой. Когда используют средства только дневной крем или только ночной. Или берут, используют средства не по возрасту. Многие думают, ой, у меня морщины. И начинают использовать более сильные средства, именно с пептидами, гормональные. И происходит такая ситуация, что кожа настолько привыкает к этим сильным средствам, что потом уже базовые, они абсолютно не подходят. Они уже не могут справиться с тем темпом для кожи, который ему мы задаем. И вот это очень кардинальная проблема многих, которые начинают использовать более сильные средства. Хотя им этого не нужно было использовать. Вредные привычки, это как курение, алкоголь, всевозможные заболевания. Они также влияют на старение кожи, на образование морщин. Морщины это не только возрастные изменения, но это и нарушения определенные внутренние. Нарушение органов, заболевания органов, это нарушение липидного баланса, это нехватка витаминов. И из-за этого происходят именно или глубокие морщины, или провисание. Следствие. Нарушение иммунитета, замедление процесса заживления. Кожа у нас не справляется с тем, что происходит во внешней, извне. Это и город, и плохое питание, и окружение, и разные вирусы, и многое другое. Перепады температурные, потому что она на нашу кожу очень сильно влияет, как лето, так и зима. И резкие перепады температуры, и ветер. Это все влияет на нашу кожу. Ослабление функционирования сальных потовых желез. И, соответственно, нарушение водного и липидного баланса. То, о чем я вам говорила до этого. И из-за этого происходит истончение кожи. Кожа становится, знаете, как пергаментная. Снижение активности ферментов, замедление всех метаболических процессов. Нехватка кислорода. И вот много-много-много факторов влияет на нашу кожу. Поэтому, чтобы наша кожа намного дольше была красивая и молодая, обязательно нужно использовать специальные средства, которые будут именно и витаминизировать кожу, и защищать, и восстанавливать именно липидный баланс. И точно так же убирать мимические напряжения нашей кожи. Смотрите, вот здесь картинка, она немножко такая вот, ну не очень красиво, ужасная. Но вы можете проверить свою кожу. Почему я ее расположила? Потому что, когда вы сядете перед зеркалом, попробуйте такой момент. Возьмите возле глаза, натяните свою кожу. И быстро натяните сильно, и ее быстро отпустите. Если ваша кожа очень быстро примет форму того, как и была до этого, я вас поздравляю, у вас очень хороший тугор кожи вокруг глаз. Если ваша кожа будет медленно двигаться и медленно принимать форму предыдущую, значит у вас идет именно нарушение, значит кожа у вас истончилась, значит увлажнения вашей кожи недостаточно. И питания в том числе недостаточно. Как же можно проверить кожу на лице? Вы берете, ставите вот так пальчик, и начинаете двигать, слегка прижимая кожу, начинаете его двигать. Двигайте, двигайте, двигайте. Если ваша кожа собирается как пергамент, как, знаете, как бумага пергаментная, значит у вас нарушение тугорка кожи. Если нет, я вас поздравляю. Конечно же намного больше повезло тем, у кого комбинированная или жирная кожа. Выработка сальных желез более активная, и за счет этого происходит, что кожа менее повреждена и меньше истончается и становится сухой. Ну, это повезло этим людям. Конечно же с кожей, у которой, у людей, у кого жирная кожа, есть другие проблемы. Но вот по поводу морщин гораздо попроще. Давайте перейдем к следующему слайду и посмотрим, как происходит процесс старения. Замечательные три картинки, как один и тот же человек может постареть. Обратите внимание, что происходит. Вот посерединочке картинка, это уже после 30 лет. Видите, начинают ярко выражаться носогубные впадинки, начинают опускаться уголки губ, начинает опускаться верхнее веко, и овал лица становится немножко другим. Когда уже после 50, после 60, то там уже более яркие процессы старения. Здесь уже все признаки старения появляются у этого человека. Но обратите еще внимание, есть такая проблема у многих, что они замечательно ухаживают за лицом, но забывают про свою шею. Обязательно помните, когда вы ухаживаете за лицом, то шея это отражение вашего возраста. Потому что если ваше лицо будет красивым, вы его прекрасно приведете в порядок, накрасите, а шея у вас будет старая, и если у вас будет там много морщин, сразу же можно понять, какой у вас возраст. Поэтому обязательно ухаживайте, начиная вот где заканчиваются волосы, по ушкам, за ушками, шея, декольте и даже за ушками. Есть очень хороший массаж, когда вы наносите крем вот так, за ушки, назад и фиксируете на шее. То есть, еще раз показываю, от олба, за ушки, назад и зафиксировали на шее. И также здесь, до ушек, за ушки, вниз и зафиксировали на шее. Это очень хороший массаж, поможет вам сделать, дать возможность более подтянуть кожу. То есть вы дренаж делаете определенной кожей. Давайте посмотрим следующий слайд. Какие вообще существуют морщины? Есть отличия между ними. Есть мелкие мимические морщины, есть глубокие морщины и есть изменения овала лица. Хочу сразу же сказать, прежде чем мы перейдем к другому слайду, что мимические морщины категорически отличаются от глубоких и от изменения овала лица. Мимические морщины – это наше настроение. Когда мы плачем, мы хмуримся, и это срабатывают мимические морщины. Когда мы улыбаемся, срабатывают мимические морщины. Обратите внимание, где они бывают. Это морщины лба, форма бровей, это гусиные лапки, это объем скул, это носогубные складки, это морщины при улыбке, морщины морянетки, то есть маленькие вот здесь бывают морщинки, у некоторых это как ямочки, а у некоторых морщинки здесь появляются. Складки подбородка, вокруг губ морщинки это мимические, кисейные морщинки, под глазами кромочные морщинки, мембранные морщинки, ну и мы вернулись обратно. Вот все, что связано с нашей мимикой, это мимические морщинки. И они могут появляться и в 15, и в 20 лет, и гораздо раньше. Те хохотушки, которые очень часто улыбаются, могут получить морщинки. Но это не значит, что нужно не улыбаться, это не значит, что не нужно проявлять свои эмоции. Это природа. Просто смотрите, что такое мимическая морщинка? Это идет напряжение мышцы. То есть мышца напрягается, и чем чаще мы мимику проявляем, тем сильнее напрягается мышца. Есть определенные средства, которые очень легко расслабляют мышцу. И за счет этого выравнивают морщинки. Но это мимические морщинки, это не морщины старения. Если вы смотрите в зеркало, съеживаете глазки, видите у себя мимические морщинки, это значит, что вы очень много улыбаетесь или любите щуриться. Поэтому это не значит, что вы стали стареть. Это просто-напросто. Вам нужно купить определенное средство, которое расслабит ваши мимические морщинки. Очень часто делают уколы гиалуроновые специально для того, чтобы мимические морщинки расслабить и подтянуть. Но эта процедура, она очень неприятная, она дорогостоящая и не всегда она правильно делается. Потому что гиалуроновую кислоту, когда вкалывают в кожу, должен быть действительно профессионал. Это должно быть действительно медицинское заведение. Очень часто многие показывают сертификаты и действительно показывают дипломы, как будто бы они имеют медицинское образование. И очень у многих есть проблемы после таких уколов. Поэтому не рискуйте ни к чему это. Есть средства, которые могут вам в этом помочь. Но об этом мы поговорим позже. Итак, мимические морщины – это не совсем морщины старения. Это больше морщины, которые отражают нашу мимику. Итак, глубокие морщины. Обратите внимание, одно и то же лицо и насколько оно по-разному выглядит. Мы с вами говорили, что есть действительно глубокие морщины, заломы. И они происходят от того, что неправильный уход, я вам говорила, а это пересушивание кожи. Бывает, знаете, даже у тех людей, у кого комбинированная кожа или жирная, люди начинают настолько сильно пересушить свою кожу, что в конечном итоге и нарушают еще и липидный баланс. И нарушают вообще все процессы, которые держат нашу кожу. И происходит вот это иссушение. И из-за этого происходят очень глубокие морщины. Вы видите, насколько они отличаются от мимических. Давайте посмотрим причины глубоких морщин. Ну, мы с вами говорили, это нехватка гиуроновой кислоты, это нарушение жировой прослойки, это нарушение коллагена в прослойке. Что происходит еще? От чего вообще появляются глубокие морщины? От неправильного ухода за кожей, от очень сильного трения, от того, что многие начинают тереть кожу, чтобы ее очистить. Они прямо сильно-сильно-сильно ее массируют и повреждают, как поверхностные слои кожи точно так же, и повреждают именно и глубокие слои кожи. Это нет витаминизации для клеточек. Клеточки начинают реже делиться, и поэтому очень часто с возрастом кожа сама по себе начинает опадать, истончаться. Потому что наши клетки, они если не получают витаминов и не получают насыщение клетки, если кислородом не происходит, то происходят именно вот эти глубокие морщинки. Еще есть такой момент. Если чем старше мы становимся, тем у нас более толстый роговой слой. Это мертвевшие клеточки, которые поднялись на наш поверхностный слой. Если не использовать скрабы и маски, то тогда наш поверхностный слой начинает страдать. Он не получает извне витаминов, он не получает извне тепла, солнечных лучей, он не получает влаги, не получает кислорода. То есть, это знаете как? Это своего рода, если зимой ходить в шубе, который не пропускает абсолютно воздух. И точно так же наша кожа страдает, если мы за ней не ухаживаем правильно. А еще есть другой момент. Дело в том, что когда мы становимся старше, то наши органы, им не хватает витаминов, им не хватает крови, не хватает кислорода. И наши органы начинают забирать из наших клеток дополнительный кислород и дополнительные витамины. И поэтому получается, на нашу кожу идет воздействие извне, и на нашу кожу идет воздействие изнутри. То есть, наши органы, не дополучая витаминизации, не дополучая определенных полезных продуктов, начинают страдать. Поэтому, когда вы начнете ухаживать за своей кожей, и чтобы сделать свою кожу более здоровую, обязательно используйте и витамины вовнутрь, и полезные продукты вовнутрь. И еще дополнительно используйте определенные средства, которые восполнят ваши клеточки и витаминизацией, и кислородом. Благодаря нашей кислородной косметике из воздуха берется кислород и проникает в глубокие слои, несет кислород, который мы дышим, несет нашим клеточкам. Многие задают вопросы, говорят, это же вредно, это же и атомарный кислород, это же идет окисление. Так вот, в наших кремах нет кислорода. Там нету баночки кислорода. У нас есть трансдермальный переносчик, который берет из воздуха кислород и несет в глубокие слои кожи этот кислород. У нас просто есть такое преимущество, которое помогает нашим клеточкам дышать тем воздухом, которым мы дышим. Да, если вы дышите непонятно чем, то клеткам, конечно, такой воздух пойдет. Но опять же, мы же дышим, и мы же можем жить без воздуха. Точно так же не могут жить без кислорода и наши клеточки. Итак, давайте посмотрим следующий слайд. От чего же еще происходят, какие еще бывают повреждения? Это носогубные складки, начинают у нас ярко выражаться и опадать. Уголки рта начинают опускаться, и контур лица начинает меняться. Это тоже возрастные, это также нехватка коллагена, но есть еще и другие причины. Давайте посмотрим, какие есть причины, что происходит. Если у вас не все зубы, если у вас нарушение идет, какие-то зубы дальше там, их нету, их удалили, если вы не вставили короночки, то происходит опадание щек. И поэтому очень многие пожилые люди, если они не носят короночки, то они страдают именно опусканием. Именно щечек, подбородка, второго подбородка, вот это провисание происходит. Но есть еще и другая проблема. Дело в том, что вот, например, на Урале, есть так, как будто нас притягивает. Именно на Урале в основном страдают люди провисанием щечек. В центральном регионе страдают больше от глубоких морщин. Это зависит, видимо, от расположения проживания. Это природные катаклизмы, которые влияют на нашу кожу и на наш внешний вид. Но также происходит это и при старении. То есть вначале у нас подтянутая кожа, потом у нас происходит процессы старения вниз. Из-за этого идет провисание. Процесс остановить невозможно, но его можно, знаете как, предотвратить, приостановить, подкорректировать. И у нас очень много женщин, которые прекрасно выглядят, потому что они замечательно ухаживают за своей кожей и знают точно свою конкретную проблему. Когда вы будете разговаривать с клиентами, то обязательно задайте им первый вопрос. «Какая у вас проблема?» Потому что очень часто люди говорят, «У меня я постарела, мне надо что-то». А что именно, не говорят. И тогда начинаются различные проблемы. Потому что подбираешь, предлагаешь им одну продукцию, а она не помогает. Ваша продукция не помогает. И у человека не решаются проблемы. Поэтому, как для клиентов, точно так же для себя, обязательно выявите конкретную свою проблему. Если вы считаете, что у вас есть морщиночки, если вы считаете, что у вас есть процесс старения, обязательно по этим направлениям разберите, какой именно процесс старения происходит именно у вас. И именно тогда подберите конкретные средства для конкретной проблемы. Но еще хочу показать вам вот такую картинку. Очень часто обвисание и провисание щек, и повреждение поверхности кожи происходит именно от того, что мы неправильно наносим крема. Мы неправильно наносим средства по уходу за лицом. То есть, вот смотрите, обратите внимание, очень важно делать, есть 10 точек красоты для глаз. Это наносится вокруг глаз по косточкам. И начинается, видите, где точечка 1 стоит? Вот здесь, точка 1. И вот отсюда, по низу, точечками вы делаете, обратно сюда приходите. Нанесение крема происходит именно вот таким способом. Не наносится на подвижное веко, потому что крем сам дойдет до туда, до куда надо. Если вы будете наносить на подвижное веко, то можно повредить его. И тогда образуются морщины, не мимические, а глубокие. Может быть провисание века, может быть отек века. И бывает, что люди говорят, у меня провисание, у меня непонятно, что на глазах. Тогда нужно задать вопрос, как вы наносите крем для век? И пользуйтесь ли вы средствами для век? Это очень важный компонент. Обязательно обратите внимание на массажные линии, которые для лица. Только вверх. Только вверх. Носик. Все должно быть вверх. И только вот здесь мы фиксируем. Вот нанесли и зафиксировали. Носик только вверх. Носогубный треугольничек только вверх. Вот смотрите. Те, кто наносит крем вот так вот, он еще больше растягивает носогубные треугольники. За счет этого происходит провисание. Вот именно правильные массажные линии дадут вам возможность, и шейка только вверх, только вверх, вверх. И вот только от ушек она идет вниз. Только когда вы будете правильно наносить крема и правильно делать массаж, благодаря этому ваша кожа меньше будет страдать. И у вас наоборот будет, вам, у вас больше будет, меньше будет повреждений и меньше будет провисания. Давайте посмотрим следующий слайд. Как предотвратить и уменьшить морщины? Первое. Каждодневный уход должен быть и утром, и вечером. Обязательно. Почему и утром, и вечером? Утром мы защищаем свою кожу. Вечером мы восстанавливаем свою кожу. И все крема, которые ночные, они работают на восстановление проблемы. На восстановление проблемы. Если человек хочет решить проблему, ему нужно обязательно взять ночной крем. Но если он не будет брать дневной крем и не будет его наносить, то восстанавливая ночью и не защищая днем, толку будет ноль. Или этот процесс будет очень длительным. Вы сами понимаете о том, о чем я говорила раньше. Обязательно глубокое очищение. Это скрабы, это гаммажи, огромное количество разных средств. И именно от 2 до 3 раз в неделю. Почему я написала от 2 до 3? Потому что есть определенные средства, в определенном возрасте необходимо наносить 5 раз в неделю. И это очень хорошо работает. Именно конкретные средства, например, пилинги. И именно после 50 лет их необходимо наносить 5 раз в неделю. Курсом. А так основной уход это 2 раза в неделю. Если вам до 20 лет, вам достаточно 1 раз в неделю глубокое очищение. Чем старше мы становимся, тем обязательнее и регулярнее 2 раза в неделю делать именно глубокое очищение. Глубокое очищение это убирание омерпевших клеток, которые поднялись у нас на арговый слой. Тонизирование это различные лосьоны и тоники. Обязательно. Именно тоники дают дренаж кожи. Точно так же тоники убирают дополнительные забрезднения. И очень многие тоники направлены на восстановление дополнительной кожи. Обязательно маски. Их огромное количество масок. Каких только нет. Мы немножко поговорим позже дальше. Обязательно используйте сыворотки. Они бывают вот в таких тубах. Точно так же они бывают, сейчас секунду. Точно так же они бывают вот в таких бутылочках с пипеточкой. То есть вы откручиваете и пипеточкой капаете одну буквально капельку. Сыворотки работают. Вы можете их наносить под крема. И можете точно так же наносить, ну то есть вбивающими вот такими. Пальчиковый душ такой есть, вбивающий. Точно так же сыворотки можно капать одну капельку в крем. И потом наносить на лицо по массажным линиям. Также дневные и ночные крема. Обязательно полный уход. Вот скрабы и маски 2-3 раза в неделю. А вот именно все остальное обязательно утром и вечером. Давайте посмотрим следующий слайд. Поставьте мне, пожалуйста, плюсики, кто делает массаж своего лица, своей кожи. Хочу увидеть, кто делает массаж. Если не делаете массаж, делаете отлично. Отлично. Замечательно. А вообще массаж очень полезен. Его нужно делать каждый день. Если вы каждый день просто, конечно, я понимаю, что вы, например, не хотите там при любимом человеке это делать. Отойдите, пожалуйста, в зеркало. Умылись и проделали такую процедуру. Ее не нужно делать долго. Достаточно сделать несколько, буквально вот таких, ну, 5-10 раз. Видите, язычок поднимаем кверху и натягиваем. И желательно посильнее открыть рот. Это очень хорошо помогает для восстановления от угорка кожи. Капать не в баночку, ни в коем случае, нет. Капельку на руку. Только на руке один раз смешали, использовали, потом нельзя. Иначе там будут какие-то реакции, процессы могут происходить не те. Сжимание губ. Резкое. Вытягивание. Посильнее. Прямо тяните до тех пор, пока вот не заболят щечки. Тогда очень хорошо будут выражаться именно скулы. Держите вот это место и напряжение делайте. Когда вы будете делать такой массаж, то у вас очень хорошо будет именно подтягиваться кожа. Но есть еще один массаж для шеи. Во-первых, вы все знаете, что вот есть такой массаж, вот когда вы его делаете вот так вот. Но хорошо массаж делать, если вы возьмете полотенце, свернете его, кругленькую такую нагреете. И вначале сделаете вот так вот, поднимите полностью и шею, и лицо, и подержите, нагреете кожу. Это очень хорошее, когда вы разогреваете кожу, то мышцы расслабляются. И вот после этого вы уже делаете массаж. Можно руками, а можно прям полотенцем вот так вот, сукая. То есть прям по лицу, полотенцем вот так вот, сукая, горячим. Можно вот так вот прям. И прям несколько раз, раз в 10 сделали массаж. Очень хорошо помогает. Огромное количество есть массажей, и огромное количество есть упражнений, именно специализированных зарядки для лица. Если вы это будете делать регулярно, хотя бы минуток 5 в день, то ваше лицо и ваша кожа будет вам очень сильно благодарны. Потому что это шикарный момент. Дренаж кожи. Вы, хорошо, по-другому. Поставьте, пожалуйста, плюсик, кто делает зарядку, особенно на опу и на бедра. Чтобы сделать их более упругими. Поставьте, пожалуйста, плюсик, кто это делает. Делайте. Напишите мне, пожалуйста, зачем вы это делаете? Зачем вы делаете зарядку? Я понимаю, что для упругости, но зачем? Зачем вы делаете? Напишите мне, пожалуйста. Правильно, правильно. Мышцы в тонусе красивыми быть. А представляете, очень часто многие женщины ухаживают за своим телом, ходят в шейплинги, мажут разными средствами, но абсолютно забывают, что мышцы лица – это то же самое. И именно, чтобы они были в тонусе, и чтобы они не позволяли нашей коже провисать. Ой, Елена, вы массажистка тем более. Прекрасно. От вас мы будем ждать тему, чтобы вы рассказали нам, как правильно именно делать массаж лица. Заговорились? Итак, переходим. Обязательно помогите вашим мышцам на коже, чтобы они, первое, вы используете определенные средства, раз. Второе, вы правильно их наносите, два. Третье, вы делаете это регулярно. Четвертое, вы делаете зарядку лица. И пятое, вы питаетесь полезными продуктами, витаминами. И тогда ваша кожа намного дольше будет красивой, упругой. И вы будете выглядеть гораздо моложе своего возраста. Давайте посмотрим, что еще необходимо, именно какие средства необходимо использовать для лица. И какие предлагает компания Фаберли, которая особенно необходима для предотвращения появления морщин и для уменьшения их количества. Вот представлены шикарные сыворотки, которая вдалеке эксперт. Это мощное увлажнение. И она такая приличная баночка, вот такая. Так у меня ее, наверное, она у меня в ванной. Там она жиденькая, там нужно буквально капелечку. И она очень хорошо подходит для тех, у кого очень сухая кожа. Помните, я говорила, пергамент. Вот это как раз для них. Там большое содержание компонентов, которые быстро восстанавливают именно сухость кожи. Сингара, сыворотка, это кофе для лица. Мы когда пьем кофе утром, мы бодрствуем. Именно когда вы наносите эту сыворотку, то это дает бодрость вашей коже. Эту сыворотку можно наносить также на крема и на декоративную косметику. Только подальше нужно отставлять, потому что там прям сильный напор, такой мощный. И в течение дня, когда вы видите, что ваша кожа устала, вы чувствуете, что вы устали, вы можете нанести эту сыворотку на лицо, и кожа будет более, знаете, как будто вы только проснулись и более свежей. Вот сыворотка Пролексир, там большое содержание гиалуроновой кислоты. Помните, я говорила, что глубокие морщины появляются именно от того, что наш организм, начинает уменьшает выработку собственного коллагена, потому что коллаген это есть в каждой коже, у каждого человека. Но с возрастом выработка уменьшается. И именно вот эта сыворотка восполняет прекрасно, мало того, что она восполняет коллаген, но она еще и стимулирует, чтобы выработку нашего родного собственного коллагена, который есть в нашей коже. Именно сыворотка Пролексир. Сейчас в третьем каталоге она с шикарной акцией по бонусам. Да, там пипеточка. Она у меня, по-моему, есть. Сейчас я вам покажу. Нет. Нет, она у меня есть. У меня есть только здесь. Нету она. А, я вам ее и показывала. Вот она. Вот она. Там пипетка. Очень удобная. Она жиденькая. Вот смотрите. Наверное, плохо видно. Вот она, смотрите, какая капелька. Раз. И этой капельки достаточно. Видно? Нет. Наверное, плохо видно. Этой капельки достаточно на все лицо. Вы капаете, разносите легкими движениями и вбивающими наносите на лицо. Базировка очень шикарная. Очень удобная. Причем пипетка очень хорошая. Это, конечно, не относится к морщинам, но я даже не выбрасываю эти баночки, потому что пипетка шикарнейшая. Я просто их промываю. И, например, вот есть у нас вот шикарная сыворотка лифтинг, но там неудобно мне. Поэтому я очень часто беру и выливаю туда и пипеточкой использую. То есть использую уже потом эту баночку для средств, для которых мне необходимо. Итак, сывороток огромное количество, огромное множество в каждой коллекции. Но я хотела бы вам показать несколько коллекций, которые действительно могут помочь в короткие сроки. Во-первых, смотрите, косметика компании Faberlic, она вся работает. Она вся с прекрасными компонентами, она вся с прекрасными витаминами, абсолютно разными, под разные вообще проблемы, под разные направления. Но важно, извините, пожалуйста, но есть еще другой момент. Именно серия Эксперт это альтернатива салонным процедурам. Это для того, чтобы не ходить именно в косметический салон. Видите, там вот шприцом восстанавливают, а у нас огромное количество средств из этой коллекции, которая действительно альтернатива салонной процедуре. Потому что эта программа, это лифтинга и упругости. Тут огромное количество разных средств. Вот одно средство я вам покажу, у меня оно не представлено отдельно. Бесподобно, обожаю это средство. Это активно, активатор упругости кожи 3D эффект. Вот там вот такие шарики. Смотрите, видите? Вот такие шарики, они крутящиеся. Что вы ими делаете? Это как раз для тех, у кого идет провисание кожи. Вы просто-напросто нанесли все крема и потом поверх кремов вы наносите эту сыворотку. То есть вы делаете массаж, дренаж. Вот вы наносите полностью на щечки, на боковушки, на шейку. Вы делаете дренаж. Что делает эта сыворотка? Она вроде бы небольшая, но ее хватает на очень долго. Вот оно. Видно, плохо видно. Ну ладно. Посмотрите, она представлена, ее там видно. Вот эта сыворотка, что она делает? Там есть компонент. Вот почему нас провиксают щеки? Потому что наша кожа отрывается, отстает от мышц. И она отдельно от мышц. Именно вот эта сыворотка, она прилепляет нашу кожу к нашим мышцам. И при постоянном использовании, при регулярном, каждодневном использовании этой сыворотки, кожа очень быстро, вот эти вот щечки, они подтягиваются. Я проверяла, на втором подбородочке у меня было, прям вот кожа висела вот здесь вот. Прям вот кожа, не просто второй подбородок, а кожа. Очень хорошо убрало. То есть вот я была поражена. У меня огромное количество клиентов брали эту сыворотку. И именно каждый день, утром и вечером, они этой сывороткой делали дренаж. Во-первых, массаж происходит из-за шариков. Во-вторых, небольшое количество средства. И потом еще пальчиковый душ. И у них прям щечки подтянулись, а прям вот каркас совершенно другой стал. Хотя были вот прям страшнейшие вот такие провисания. Это вот это средство. Давайте посмотрим следующее средство из этой коллекции. Потому что иначе я могу очень долго рассказывать. Это корректор овала лица. Это крем для лица, круговая пластика. Бесподобный аромат. Очень хороший дозатор. Посмотрите. Видите? Тут есть дозатор. Один раз вы когда выдавите, он дальше давиться не будет. Вот вы выдавили. Все. Он дальше не давится. Нужно второй раз нажимать. Потому что вот этого количества будет очень много. Не только на лицо, но еще на шею и еще на декольте. Это количество достаточно для лица. Вы его просто вот так легкими движениями между пальчиками растерли. Нанесли на лицо, на шейку и начали массаж. И начали массаж. Я это нанесу на ручку, а остаточки нанесли на руки. Потому что это шикарная вещь, потрясающий крем, который именно подтягивает овал вашего лица и убирает именно морщинки, которые на шейке вот эти вот. Он прямо вот выравнивает. Есть еще средства в другой коллекции Гардерика. Специальная маска для шеи, но она будет дальше. Так вот, круговая пластика, его месяц вы пользуетесь, потом отдыхаете месяц. То есть это курсовое средство. Хотя в принципе в большом возрасте, уже там, когда много лет, это можно использовать регулярно. Это именно работает на формирование вашего овала лица. И этот крем, он разрешен, не помню. Дарья, напиши, с какого возраста. Ну, по-моему, он разрешен с 25 лет, если я не ошибаюсь. Дарья, присутствует. И точно так же вот здесь спипетка, а есть сыворотка. Вот это она. Она теперь сейчас в тубе, ее увеличили количество. Она работает именно на лифтинг. И вот эту сыворотку из этой коллекции удобно. Круговая пластика, да, с какого возраста, я не помню. По-моему, с 25 лет. Вот именно эта сыворотка, ее можно капать. Вот круговую пластику нанесли и капнули. Буквально одну капельку. 25-30, благодарю. И потом начали наносить на лифток. Зачем? Это лифтинг сыворотка, которая делает лифтинг, подтяжку. А круговая пластика, она и подтяжку, и формирование овала лица. И в комплексе она дает шикарнейший эффект. И при регулярном, причем ее использовать можно как дневной, так и ночной крем. Попробуйте вот использовать вот этих три средства одновременно и утром, и вечером, в течение недели. Эффект вы увидите кардинальный. Особенно 8 марта это просто незаменяемая вещь. Давайте посмотрим дальше. Вкратце говорю, не говорю о составах, потому что иначе я могу долго-долго вам рассказывать об этом. Обратите внимание, пожалуйста, на мезотерапию. Мезотерапия. Сейчас я вам ее покажу, она у меня 10 лезет. Мезотерапия. Вот такая баночка. Маленьких 6 флакончиков, небольших. Откручивается. И там есть пипеточка. Мягкая упаковка. Берете и капаете. И пошла капелька. У меня здесь это, уже остатки. Там идет капелька. И вот этой капельки одной достаточно для того, чтобы нанести на лицо. Или добавить также в крема. Мезотерапия. Это насыщение клеток кислородом. Помните, я говорила, что кожа может сразу же быть такой тусклой, сухой, опадшей. Это из-за того, что нехватка кислорода. Мезотерапию делают уколы в косметических салонах. Очень тяжелая процедура. Потом остаются шрамики на лице. И долго приходится залечивать. Хотя маленькая, тоненькая иголочка. Но люди действительно идут на эти риски для того, чтобы, ну, хоть как-то оживить кожу. Вот мезотерапия, это оживление вашей кожи. И она разрешена с 20-летнего возраста. Мезотерапия 6 флакончиков. И каждого флакончика хватает на 6, как минимум 6 процедур. Одного. 6 и 6 это 36 дней. То есть курс мезотерапии больше месяца. Вы наносите, и ваша кожа становится. Это нужно всем. Я рекомендую это всем. Неважно, какой тип кожи. У нас очень часто не хватает кислорода. И не хватает нашей кожи. И особенно с возрастом. Поэтому мезотерапия нужна всем. Да, она дорогая. Но она относительно дорогая. Потому что если разделить на 36 процедур. Вы увидите, что это намного, в несколько разов дешевле. Чем именно сходить и поставить мезотерапию, уколы в салоне. Там один укол стоит от 1800 рублей. А здесь 600 или 800 рублей всего лишь она стоит. Но это шикарное средство, которое оживляет вашу кожу. Цвет вашей кожи. Еще одно средство из серии эксперт. Это три шага. Это химический пилинг, который разрушает цемент. Который схватывает наши клеточки, ороговевшие на поверхности кожи. Кожный цемент. Это микродермабразия, которая потом удаляет эти омертвевшие клетки. И крем-состерапия, который убирает покраснения, успокаивает после этой процедуры. Эта трехшаговая процедура называется пилинг. Вы можете узнать, сколько в салоне стоит пилинг. Одна процедура, вы будете поражены. Потому что этой процедуры пилинга хватает на 25 процедур. То есть всех этих трех шагов нужно делать. И первый шаг, и второй, и третий. Но единственное. Там по возрастной категории различается. Если вам 20 лет, то вам достаточно купить тензинный пилинг и соцтерапию. Если вам старше, и у вас есть расширенные поры, и вам не нравится, какая поверхность кожи, чтобы почистить ее, тогда нужно брать все три средства. Это точно так же можно брать одно средство. Крем соцтерапию, потому что люди, кто берет три этих шага, они просто влюбляются в этот крем, и они просто его используют. Потому что он очень быстро и кардинально убирает покраснения, шелушения, какие-то высыпания. То есть кожа быстро-быстро восстанавливается. А химический пилинг в домашних условиях это безопасно. Потому, объясню почему. Смотрите, там альфа- и бета-кислоты именно фруктовые. И дозировка минимизирована для того, чтобы сделать все-таки пилинг и в то же время не повредить кожу. Компания очень серьезно подошла к этому вопросу, потому что концентрация маленькая, да. Там просто у нас раньше было профессиональное средство пилинга, и у нас одна женщина умудрилась нанести уснуть с этим. И потом утром, ну, мертвым припарком произошла. Она заявила претензию в компанию, но это была претензия не продукта, а вообще сам человек угробил свою кожу. Поэтому компания сделала щадящую, минимизированную, маленькие компоненты, концентрацию, которая не повреждает вашу кожу. И там очень хорошая инструкция для разного возраста и для разных проблем. Насколько я знаю, можно усугубить морщинки. Нет. Вот здесь вот вы точно не усугубите. Вы уберете мелкие морщинки благодаря этой процедуре. Во-вторых, вы отшлифуете, уберете омертвешие клеточки, и оно не уходит очень глубоко в кожу. То есть это все-таки, знаете, там, мелкая шлифовочка, которая сильно не повреждает вашу кожу. И есть такой момент. Если вы молоды, молоды, и ваша кожа более, ну, как, хороша, вам нужно немножко чуть-чуть почистить и обновить клетки, тогда вы можете делать один раз в неделю такую процедуру. А чем старше мы становимся, тем у нас проблем больше. Поэтому рекомендуется 5 раз в неделю после 55 лет. Ну, там очень хорошая инструкция, поэтому не бойтесь, пробуйте. Нужно аккуратно только для тех, у кого очень чувствительная кожа. И именно вот этот пилинг не влияет ни на рост волос, потому что многие пилинги влияют, чтобы не усугубило, чтобы большое количество волос начало расти на лице. И не влияет на то, чтобы именно повредить. То есть там постепенная шлифовка идет. Там в микродермобразии настолько маленькие граммы, они настолько все равны формы, что когда они соприкасаются друг с другом, то они сильно не повреждают кожу, хотя шлифовочка идет замечательно. Особенно весной нужно обновить кожу после зимней стужи. Итак, обратите внимание вот на эти два средства. Вот это два шприца шикарных, их можно использовать вместе. Один для атомнических морщин, это как раз для тех, у кого нету процессов старения, они очень часто улыбаются. Это как раз для тех, у кого мы говорили про мимические морщины. И средство 1060, номер, он называется стоп морщины. Именно этот крем можно использовать для тех, у кого мимические морщины, кто хочет предотвратить появление морщинок. И второе средство это убирание глубоких морщин. Смотрите, что оно делает, вот убирание глубоких морщин. Стоп морщины расслабляет мышцу и за счет этого морщинки пропадают, потому что мышца расслабляется, кожа выравнивается. Это средство заполняет морщины, разбукает там и кожа визуально становится более ровной. Мы пробовали наносить на одну сторону лица и смотрели, что происходит через некоторое время. Ощущение, как будто перекосили лицо, потому что на самом деле здесь стало более ровной, где мы нанесли, а где не нанесли, оно более там углубленное. Зачем это надо? Это, во-первых, для тех женщин, у которых есть большое количество глубоких морщин. Для чего нужно? Конечно, пока они используют средства, пока кожа их восстанавливается, пока специальные средства работают, потому что не бывает волшебной палочки. Это средство визуально убирает их глубоких морщин. Но оба, оба средства при регулярном использовании в комплексе дает пролонгированный эффект. То есть, если вы используете регулярно эти сыворотки, то вы уже перестали ими пользоваться, а кожа уже сама восстанавливается. И еще есть другой момент. Это обе сыворотки очень хороший уход и увлажнение и восстановление вашей кожи. Смотрите, как это работает. Вот здесь колпачок вы сняли. Здесь есть пипеточка, которая закрыта колпачком мягким. И вы просто-напросто подносите в то место, куда вам нужно, надавливаете. Я вот надавливаю так. И происходит вот. И происходит капелька. Видите? Совсем небольшая капелька. Вот этой капельки хватает на две стороны носогубных треугольников. Больше не надо. Она, знаете как, она мягонькая. Она мягонькая, немножко, знаете, как водичка. Она начинает таять в вашей коже. Поэтому, если вы много нанесете, вам придется ходить долгое время. А видите, получаются ручки жирные сразу же. То есть, это восстановление, ну, плохо видно, прям аж блестят руки, потому что жирность, то есть, дает и питание, и увлажнение кожи. И вот этого шприца хватает на очень, на очень долго. Обязательно возьмите два шприца, если вам за 35, и один шприц, если вам за 20. И восстановите, и работайте вместе с этими средствами. Это действительно альтернатива уколам в косметических салонах. Ускоряюсь. Вы смотрели перед этим ролик про альгинатные маски. Это шикарные вещи не только для лифтинга. Есть тут средства шикарная маска, лифтинг эффект. Есть именно восстановление, витаминизация. Помните, я вам говорила, что нужно кожу и попитать, и дать ей витаминов, чтобы она жила. Поэтому обязательно обратите внимание на альгинатные маски. Прекрасно. Два покупайте шприца по супер цене. Шикарно. Вот про альгинатные маски много раз в видео, и очень хорошо написано. Один тюбик – это одноразовая процедура. То есть это на один раз. Вы наносите на лицо, потом достаете вот такую брызгалку. Сейчас попробую брызгнуть, может быть, вы увидите, как она брызгает. Видите, она прям вот как мелко-мелко дисперсионная. Видите? Очень хорошо распыляет на лицо. И единственное, вы наносите на масочку. Для чего это нужно? Видим, отлично. Для чего это нужно? Если вы нанесете маску, она у вас так и останется влажной. Без этой сывороки. Этой сывороки хватает на много процедур. То есть она, ее экономично. И вы глазки закрываете, и можно положить ватный диск. И наносите на маску, которую вы нанесли на лицо. Для того, чтобы там какой-то процесс происходит, что маска становится потом, знаете, как бумага. И вы начинаете как бумагу, потом ее снимать. То есть очень удобно. Это за 15 минут можно кардинально быстро привести свое лицо в порядок. Особенно перед 8 марта, это самая актуальная такая проблема для многих женщин. Обязательно обратите на них внимание. Обязательно возьмите. Обязательно расскажите вашим клиентам. Давайте посмотрим, на что еще я рекомендую обязательно обратить внимание именно при морщинах. Это маска Пролексир. С огромным количеством гиалуроновой кислоты. Маска Пролексир. Сейчас вам покажу ее. Кстати, вот альгинатная маска, вот коробочка и вот такой вот маленький тюбик. Вот он маленький. Небольшой тюбик. Вот на руке он вот. Это одна процедура нанесения на лицо. Альгинатная маска, Пролексир маска. Здесь есть отрывное. Вы отрываете. И она внутри тканевая. То есть вы достаете прям жидкую-жидкую, влажную-влажную. Вот такую тканевую маску. Она вот как бумага. Вы потом ее разворачиваете и будет вот такая вот, сейчас, чтобы не перевернуть. Будет прям мордочка. Ну, специально глаза вырезаны, рот вырезан. И это как его. И специальные надрезы, чтобы удобно было. Вы наносите эту маску на лицо. Ложитесь с ней. Выглядите, конечно, забавно. Но благодаря этой маске очень быстро происходит наполнение вашей кожи и клеточек. Она глубоко проникает, восстанавливает именно коллаген. И там очень много жидкости в этой масочке. Это одноразовое использование, но эту жидкость вы прям, когда нанесли маску и лежите, достаньте из этого пакета, там ее очень много. Обязательно смажьте шейку, грудь смажьте, ручки. И знаете, вот когда вот наносишь ее, через какое-то время она впитывается, и руки становятся, знаете, какие-то аж как бархатные. То есть ощущение вот удивительно приятное, и кожа настолько, знаете, мы эту маску пробовали, когда летали в Египет, после жары девушка одна получила весь нехороший. Она очень долго плакала, у нее катастрофа, что было на лице, пятнами вся покрылась, нам нужно было идти на банкет вечерний. И она говорит, что делать, хоть не иди. Я говорю, слушай, давай маску эту нанесем. Она буквально, ну вот она полчасика была в этой маске, одевалась там, гладила, и эту маску была на лице. Когда она ее сняла, как будто бы она неделю вообще кайфовала, как будто никаких слез не было. То есть очень быстрый уход. Мы в Сочи брали, когда ездили, Дарья не даст соврать, и когда мы ночами не спали, то это очень быстро приводит вашу кожу в порядок. Да, она одноразовая. Ну, понимаете как, можно ее два раза, потому что там очень много жидкости, но туда попадает пыль, туда попадает воздух, начинают происходить какие-то процессы. Поэтому лучше, вот она на один раз и лучше. Да, правильно Дарья написала, это не гигиенично. Вы нанесли, она высохла. Знаете как, ваша кожа начинает съедать все с этой бумаги, и она становится сухая, как бумага. Вся гиалуронка уходит полностью в вашу кожу и впитывается. И в шейку. И все, что там есть много жидкости, вы нанесли на шею и сделали шикарную процедуру. Такую процедуру каждый день делать не надо. Это достаточно один раз в недельку, и особенно перед праздниками. Да, там совсем, скажу точно. Ну, нет, я знаете как, я не 15-20 минут держу. Я держу прям полчасика, пока все не съест, пока моя кожа не съест всю гиалуронку. Почему уколы делают гиалуроновой кислоты? Даже если какая-то процедура, губы увеличивают. Но очень часто губы уменьшаются через какое-то время, потому что кожа ненасыщена, недостаточно гиалуроновой кислоты в коже. И сгуб забирает в кожу. Поэтому вот именно эта маска, она хорошо восполняет именно коллаген, которого у нас не хватает. Обязательно обратите внимание вот на это средство из сингары, гель для лица, улажняющий. Именно он с большим содержанием гиалуроновой кислоты и еще и бактериофагами, которые будут работать с вашими болезненными клеточками. Если у вас есть на коже болезненные клеточки, то их нужно восстановить или разрушить. Есть такой момент, что клетки, когда заболевают наши, то они себя сами или разрушают, и погибают, и выходят на поверхность кожи, или они пытаются восстановиться. Но очень часто они не могут самостоятельно восстановиться. Чем старше мы становимся, тем деление клеток меньше. А чем медленнее деление клеток, тем старее наша кожа. Именно бактериофаги могут помочь оживить ваши клетки, которые заболели. Чтобы у вас, если не хватает клеток и еще дополнительно есть болезненные клеточки, то именно вот этот гель для лица, он оживит ваши клетки, то есть восстановит их, которые вредные, мешают и заражают другие клеточки, уберет. И еще и дополнит большим количеством гиалуроновой кислоты. Шикарный крем. Такой, знаете, крема жидкообразный, очень быстро впитывается и очень комфортный для нанесения. Елена, у нас косметика вся гипоаллергенная. Если есть у вас какие-то повреждения или вы все-таки боитесь, то берите средства, вот именно это, оно однозначно не дает никакой аллергии. Серия Эксперт не дает никакой аллергии. Старайтесь аккуратнее быть с теми, где добавлены какие-то цветы или фрукты в полезные вещества. Там попробуйте на локтевом суставе. А если холодная, тогда тем более у вас никаких проблем не будет. Обратите, пожалуйста, ну мы это с вами индивидуально потом поговорим. Обратите, пожалуйста, внимание еще на определенные средства. Это в коллекции Сингара. Они редко представлены в основном каталоге, но это шикарные три шага, три процедуры определенных специализированных. То есть вначале нужно первую процедуру, первый шаг делать, пока они не закончатся, потом вторую, потом третью. Но в каталоге Сингара очень хорошо расписано, как правильно это делать. Это пептидная косметика. Это косметика быстрого действия, быстрого восстановления. Помните, я говорила, что если вы молоды и юны, то аккуратнее с пептидной косметикой. Если вам уже за 35, и у вас есть большие, огромные проблемы с вашей кожей, много морщин, много провисаний, может быть стресса, еще что-то, то обязательно, и вы не можете справиться с этими проблемами, обязательно возьмите эту косметику. Она дорогая, она на несколько порядков дороже, чем эксперт, но она очень быстро приводит кожу в порядок. Это курсовая серия, то есть там определенное время необходимо ею пользоваться и потом откладывать. Я не буду углубляться в эту косметику, она удивительна, она очень быстро действует, но, есть маленькое но, если у вас нету больших проблем, воздержитесь от пептидной косметики. Начните использовать именно от Сингара, потому что она очень сильная, и при нанесении она даже немножко тяжеловата. Если у вас нет сильных проблем, пользуйтесь серией эксперт или более базовыми сериями. Давайте посмотрим, какие существуют более базовые серии. Вот серия Пролексир, серия Гардерика и серия Реноваж, это базовые серии, но которые работают именно на конкретные проблемы. Давайте быстренько вкратце я расскажу вам про каждую серию, что она делает. Во-первых, когда вы видите 20+, эта серия разрешена с 20-летнего возраста, многие говорят, так мне же уже 50, это неправильное мышление. От 20 и до бесконечности, до 20 нежелательно, не разрешено. Но если у вас бывает такое, что, например, вам, например, 19, 18, 17 лет, а у вас настолько повреждена кожа, и она настолько нарушена именно тугор кожи, и уже начались провисания в этом возрасте, и уже морщинки появились, тогда можно использовать серию Пролексир до 20. Или, а вообще эта коллекция с 25 лет. Здесь во всей коллекции, во всей серии большое содержание именно гиалуроновой тислоты. Это именно она, именно эта коллекция работает на защиту, чтобы не было и сушения кожи, дневной крем, а ночной на восстановление. И также представлена сыворотка, про которую я вам рассказывала. Ой, не туда пошла, простите. Давайте посмотрим следующую. Если вам 50 или 60, а у вас проблема с провисаниями, это для вас. Если вам за 40, то очень хорошо использовать именно коллекцию Гардерика. Это концентрированная клеточная косметика. Она работает именно на уровне клеток. Она именно идет на восстановление клеток. Она даже работает на ДНК под клеточки. Она хоть и клеточная, но выжимка идет именно из цветка. То есть она не вредная. Есть клеточные косметики, которые идут из эмбрионов, поросят, ягненка, еще кого-то. Вся наша пептидная косметика, она травяная. То есть она не имеет животного компонента. Поэтому она более безвредна. И если у вас есть проблема после 40, что ваша кожа выглядит усталой, ваша кожа действительно начинает просто выражать стресс неимоверный, вы видите, что происходит непонятно вообще что, то именно коллекция Гардерика хорошо восстановит и поможет. Маска просто шикарнейшая. Она так и называется, драгоценная маска. Она очень быстро отбелит кожу, очень быстро восстановит, увлажнит, питает. Просто нереально. Поэтому обязательно, если вам больше 40, и даже если вам 60, и у вас есть усталость, тогда это коллекция для вас. Если вам, предположим, 35 или 36, а у вас есть проблема, что кожа уставшая, вы можете взять несколько средств из коллекции Гардерика. Это разрешено, она базовая, и поэтому она очень сильно не будет влиять на ваши повреждения. Но если у вас нету таких проблем, то обязательно пользуйтесь косметикой своего возраста. 50+, коллекция Реноваж. Вся коллекция была разработана Риммой Корнеевой. Нашим главным, ну и те средства также были разработаны главным косметологом компании Риммы Корнеевым. Врач Римма Корнеева, 5-е поколение косметологов в своей семье. И она находится в 10 самых известных косметологах мира, которые именно работают на создание новых разных направлений в косметологии. Именно наша Римма Корнеева входит в десятку этих людей. Так вот, Римма Корнеева, когда рассказывала про серию Реноваж, она говорила, мне после 50 нужно было экстренно сделать так, чтобы моя кожа стала выглядеть по-новому, чтобы она подтянулась, чтобы овал лица был другой, чтобы не было провисания, чтобы убрать все симптомы именно старения кожи. Именно эта коллекция работает на убирание всех повреждений, провисаний, каркаса кожи. И именно работает на восстановление, на возрождение вашей кожи. И очень быстро помогает. Причем она базовая, и ей можно пользоваться регулярно. Если вам, предположим, вот мне было 46, когда вышла эта коллекция, я сказала, ну не надо, мне нужно обязательно подтянуть каркас кожи. Я в то время очень сильно похудела, и у меня прям повисли щеки и прям шея. Я говорю, что мне делать, мне нет еще 50. И тогда врач-дерматолог, косметолог наша в компании, она посмотрела мою кожу и сказала, ты можешь взять из этой коллекции сыворотку, использовать ее с гардерикой, и взять тоник, который будет помогать тебе делать дренаж кожи, и взять для шеи декольте, чтобы именно сделать подтяжку. А остальное возьми из коллекции Реноваж. Поэтому, если у вас есть, у вас или у ваших клиентов большая проблема, тогда вы можете им несколько дополнительных, усиленных, сывороточку предложить для них, если им еще не 50, то сыворотку и тоник. Если им не 40, то оттуда масочку добавить, и умывание, там пеночка есть шикарная. И вот сейчас именно в коллекции Реноваж, ой, не в Реноваж, а вот в гардерике появилось шикарное средство для шеи и декольте. Оно не просто крем, это маска. То есть мы раньше маски только на лицо наносили, а теперь есть, именно можно вот прямо раскрыться в полотенчике, и вот это все нанести масочку и подержать. Очень хорошо восстанавливает ту горку кожи нашей, вот именно декольте. Это наша красота. Уже много говорю, слава Богу, огромное спасибо компании. Она сделала шикарную коллекцию, специальную, для дам, которым за 60. Вся эта коллекция работает на все признаки именно после 60, потому что это особый возраст. Именно там начинаются экстренные, очень быстро процессы старения. Помните картинку? Вниз начинает кожа опускаться, морщинки. Столько там проблем начинается. И сушение кожи. Кожа до этого была, например, комбинированная, вдруг она стала сухая, а то она шелушится. Именно эти средства работают именно на восстановление, на биометические компоненты каскадного действия. Это концентрированная коллекция, и она работает из этого состояния перевести вот в это. И точно так же восстановить и клеточки, и саму структуру кожи. Мне не 60, но я так хотела попробовать эту коллекцию, чтобы о ней говорить. Я взяла гель для умывания. Обычно гели сушат кожу, а этот настолько комфортный, он настолько смягчает кожу. Даже после умывания совершенно другая кожа становится. То есть вот совершенно другие процессы происходят именно благодаря этой коллекции. Мои клиенты, кому за 60, они просто в восторге. Она на порядок дороже, но они нисколько не жалеют. Они когда попробовали, они говорят, Таня, совершенно другое лицо. Совершенно другая кожа. Просто восхитительно. В 60 можно выглядеть, как вот эта девушка. Потому что именно кто представлял эту коллекцию, этой даме, именно 60. Давайте посмотрим дальше. Устали? Совсем чуть-чуть осталось. Устали? Нет? Напишите мне, пожалуйста. Если устали, напишите да. Если нет, напишите нет. Хочу вас услышать. Не устали? Хорошо. Все остальные устали. Лучше использовать. И туда, и в день, и в ночь. И туда, и сюда. Если у вас большая проблема именно нехватки гиалуронки, провисания, то тогда используйте сыворотку. И утром, и вечером. Если, предположим, ваши клиенты, или, предположим, вы, не можете себе позволить более дорогие средства, то вы можете, или между курсом, как вы взяли курсовые, месяц попользовались, а потом вы хотите немножко передохнуть, то вот именно коллекция Айстрим, тут несколько направлений. Она очень хорошо работает точно так же на восстановление структуры кожи, на морщинки, и именно состояние кожи. Она тоже восстанавливает тугар кожи, она точно так же и питание хорошее дает коже. И поэтому именно вот этой базовой коллекцией вы можете пользоваться. Сейчас шикарная на нее скидки, и на маски, и на буры обязательно воспользуйтесь им. Вот, например, серия, которая для всех типов кожи, это слева два набора. Это для всех типов кожи, и возрастная категория, там, по-моему, с 20 лет разрешено. Она очень комфортная. Я очень люблю, сейчас вам покажу, я очень люблю вот это средство в этой коллекции. Это кислородное сияние, это, как же он, господи, как называется. Это знаете как, это восстановление для кожи, как тональная основа. Она желтая, она, ну, не буду показывать, она желтая, но когда вы наносите на лицо, она начинает принимать цвет вашей кожи, и она очень хорошо ухаживает и выравнивает цвет вашей кожи. Именно это в коллекции для всех типов. Точно так же здесь есть питание, которое шикарно восстанавливает. Знаете как, если, предположим, кожа шелушится, есть два момента, почему шелушится. Или вы не используете кремы, ой, скрабы, глубокое очищение, или ваша кожа сухая, поэтому очень хорошо поможет именно вот эта коллекция питательная. И точно так же есть для комбинированной кожи. Давайте посмотрим, она не пересушивает кожу. И я всем рекомендую, помимо того, что вы и ваши клиенты будут использовать средства, которые будут восстанавливать вашу кожу, в определенный момент все равно волшебства не бывает. Если базовая совсем серия iStream, то это более длительный уход, это более длительное восстановление, это где-то порядка 5-8 месяцев вам нужно пользоваться, чтобы кожа, она за неделю начнет быть другой, но именно изменения убрать это 5-8 месяцев. Серия Expert и серия Renovage, вот та коллекция, они работают быстрее. 3-5 месяцев вы увидите совершенно другое лицо. Но пока вы используете коллекции разные и ухаживаете за своей кожей, восстанавливаете ее, то очень быстро вам поможет вот это средство. Потрясающая весь, очень быстрый уход и очень быстрое внешнее восстановление. Смотрите, вы выдавливаете, вот она совсем вот такая вот маленькая капелюшечка. И если вы разотрете между пальчиками, ее хватает на все лицо, вот то, что я выдавила, это очень много. Если вы разотрете, я не смогу вам показать, это надо действительно смотреть воочию. Когда вы наносите на кожу, вот я прямо на руку наношу, все, кожа становится как будто бы бархатная, как будто бы нанесли пудру моментально, не знаю, видно, не видно, наверное, не видно. Кожа становится бархатная, кожа становится гладкая и визуально, как будто маленькие зонтики закрывают морщинки и поэтому отражение солнечных лучей или света, преломление происходит такое, что не видно ваших морщин. То есть это средство привести себя в порядок очень быстро. И особенно перед тем, как вы будете фотографироваться. То есть написано идеальное селфи. Я бы сказала, идеальная кожа, хотя есть проблемы. То есть и поры закрывают, и морщинки закрывают, и визуально совершенно делается другую кожу. Точно такое же средство есть в серии Эксперт. Вот оно. А, не видно вам. Невидимый консилер для век. И когда, если пока вы не убрали мимические морщинки или глубокие вокруг глаз, точно так же вы выдавливаете маленькую капелюшечку, крошечную, прям совсем крошечную. И наносите на нижнее веко вбивающими движениями. Ой, на очки нанесла. Когда вы наносите, то оно заполняет ваши морщиночки, разбухает, и визуально делает веко. Во-первых, видимо, без морщин. Раз. Второе. Оно превращает, помогает вашей коже, помогает вашему веку сохранять влагу. Вот с этим кремом сохраняется влага, и, соответственно, на ваше веко не пересыхает. И, соответственно, вы сами понимаете, меньше будет морщинок. Но есть еще и другой момент. Именно этот крем, он убирает усталость, синяки, отеки. Он бесцветный. Я бы назвала это тональная основа для век. Но она бесцветная, то есть вам не надо будет подстраивать корректорами и еще что-то. Вы нанесли, подержали немножко, и ваши минические морщинки все скрылись. И век окажется ровным, белым, комфортным. Абсолютно комфортно для тех, кто носит очки, кто носит линзы. Абсолютно гипоаллергенная. И вот это два средства, которые для лица и для век, это быстрая скорость для ухода за собой. Я вам всем рекомендую, обязательно расскажите об этом вашим клиентам. Потому что, чтобы они визуально были всегда молоды и красивы. Долго сегодня рассказывала. Если у вас есть вопросы, я готова ответить на них. Если нет, то спасибо за внимание. Думаю, что для вас было много полезного. Спасибо вам большое. У меня к вам вопрос. Напишите, пожалуйста, что особенно важным было сегодня из вашего обучения. То есть то, что вы сегодня услышали, что было самым важным именно для вас. Буквально одно слово. Для меня это будет важно. Напишите, пожалуйста. Серия эксперт. Спасибо, Анастасия. Знать, что для меня подойдет. Благодарю. Еще было важным для кого-нибудь что-то? Можно одним словом. Со шпильцами он очень понравился. Отлично. Почему вы плачете? У меня ролик завис. Я около часа сидела и ждала вебинар, пока не додумалась перезайти. Ничего страшного. Я записывала. Поэтому этот ролик будет в записи. Я думаю, что все будет замечательно. На этом я заканчиваю свое обучение. До новых встреч, до новых обучений. Обязательно приходите, приводите своих клиентов. И, пожалуйста, расскажите им, о чем мы тут разговариваем. Следующая тема будет тоже интересна. До свидания. Спасибо.